Девушки отдыхают Восходящего низа, где предыдущее сопротивление стало новой поддержкой. И несмотря на красный день, у биткоина ситуация уверенная. Биткоину 6,5% осталось для преодоления уровня сопротивления, а также биткоин всего лишь в 12-13% от исторического максимума. Всего лишь в 13% от исторического максимума и в настоящий момент, а также в плюс 325% от низа медвежьего рынка. Уверена, можно сказать, что у биткоина все в порядке, несмотря на сегодняшний красный день. Но почему же биткоин падает? Что ж, если мы посмотрим на S&P 500, то увидим, что для него сегодняшний день тоже красный. Для фанды. И если я нарисую прямую линию от низа августа, место, где биткоин также нашел свое донышко, то увидим, что в настоящий момент S&P тестирует восходящий верх тренд. И отскок от этой трендовой линии, вот здесь, как вы видите, этот фитиль, отскочивший от линии. Примерно 30 минут назад, если мы нарисуем сопротивление от предыдущего исторического максимума, то мы его пытаемся удержать, предыдущее сопротивление в виде новой поддержки. Это хорошая структура, позитивная и конструктивная. Бычья структура. Пока мы ее удерживаем, эту трендовую линию и предыдущее сопротивление. Но давайте посмотрим на недельный график биткоина. И да, я по-прежнему придерживаюсь бычьих взглядов. Это падение сегодняшнего дня вообще ничего не значит. Глядя в долгосрочной перспективе, быки оставляют с собой контроль рынка с начала 2023-го. Да, у нас были некоторые зоны для забора прибыли, а в последнее время мы движемся особо неспешно. Но в долгосроке очевидно, что быки контролируют ситуацию. И до тех пор, пока в какой-то степени S&P 500 и фондовые рынки остаются стабильными, продолжая в долгосроке этот аптренд, я думаю, что биткоин достигнет исторического максимума. До конца года, может быть через месяц. Обычно в ноябре во время выборов, когда биткоин и достигает исторического максимума. Поэтому не теряй ни минуты, срочно бегите на... WSOT на нашей любимой бирже Bybit. Друзья, все. Началось крупнейшее состязание в мире по трейдингу криптовалют. Будет продолжаться до конца этого месяца. Без малого 19 дней, как вы видите, или 2,5 недели. Ранняя регистрация уже закончена, но вы все еще можете успеть вступить к нам в команду. Обязательно это сделайте, переходя по ссылке из записания или по QR-коду, который вы видите на экране. Наша команда называется SellBuy через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее найти по поиску слова CryptoCommons. Просто переходите по ссылке и нажимайте, друзья. Но мы уже практически пробили 100 участников, поэтому торопитесь успеть быть в первой сотне. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами участников. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте. Торгуем, как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. И еще одна причина, почему я довольно уверенно чувствую себя с ценой на этом уровне биткоина. Потому что картина на месячном таймфрейме ясна как день. Если мы с вами нарисуем горизонтальную линию и разместим ее в зоне закрытия месячной свечи, вот здесь, 2021-го, то увидим, что уровень в 51 тысячу является в точности зоны нашей самой низкой месячной свечи. И наша текущая зона абсолютно на этом уровне. 59 тысяч прямо под психологическим уровнем в 60 тысяч. Это зона уверенного закупа. Откуда я это узнал? Об этом говорят нам фитили. Снизу, под телом закрытия свечи. Все эти фитили ежемесячно, где мы были под 59-ю, становились очень ясным толчком прямо обратно над 60 тысяч. Или, по крайней мере, рядом с 60-ю, эти фитили говорят об огромном спросе. Под 60 тысячами и этот месяц, октябрь, мы начали с красного, с обвала. Люди заговорили, что растябрь отменен. Но посмотрите на графики, где мы с вами сейчас. Куда мы в этом месяце отскочили? Прямо к этому историческому диапазону закрытия свечи. Зона, где мы закрылись и откупились. В эту зону цена не смогла опуститься под 60 тысяч. Ведь очевидно, что любая цена под 60 тысячами сразу откупается. Огромный спрос тому виной. Так что мы отскочили прямо от закрытия месячной свечи. И теперь мы движемся вверх. И в настоящий момент растябрь зеленый. В итоге, с начала месяца биткоин прирос на 4,2%. А также на месячном графике мы видим, что закрытие каждого месяца было ниже закрытия предыдущего месяца. И это будет первый месяц, если октябрь сохранит этот уровень или закроется даже выше, то он станет первым месяцем с восходящим верхом по закрытию месяца. И это сигнализирует об изменении тренда. Этот утомительный боковик, что у нас происходил, может хорошим образом подходить к концу. Так сказать, по-бычьи. Так что я жду продолжения движения вверх, несмотря на это, так сказать, медленное движение цены. Если мы с вами посмотрим на месячный график, нарисовав сопротивление, точки прикосновения на уровне 74 тысяч, 72 тысяч, и прямо здесь, над 69 тысячами, а также посмотрим на предыдущую вершину, 69 тысяч 985, то видим, что мы не перевалили этот предыдущий уровень вершины с конца июля. Поэтому, чтобы это все-таки стало называться прорывом, это, кстати, большая тема интересного обсуждения. Многие говорили, что рисуя такие линии, как вот это, внутри фитиля, некоторые утверждают, что мы уже прорвались. Но смотрите, если прям по-серьезному поглядеть на график и на эти линии, то да, прорыв образовался. Но если посмотреть на график из тел свечей, то мы еще не прорвались, и у нас не образовался восходящий верх. Так что в большинстве случаев лучше сохранять рыночный скептицизм, чему я и последую, утверждая, что пока этот прорыв у нас не образовался. Мы, вероятно, сделаем это. Но пока еще не получилось. Нам нужно перевалить за 70 тысяч. Да и вообще задумайтесь, что такое прорыв? Это преодоление значительного уровня цены. И если у нас получится, то нам нужно оказаться выше предыдущего верха. И как только это произойдет, цена отреагирует на это с большим объемом. Вот тогда можно сказать, что мы прорвались. Посмотрите сейчас. Значительного увеличения объема пока не было. Ведь рынок этот прорыв как таковым еще не определил. И даже если кто-то считает, что это был прорыв, рынок так не считает. Вот о чем речь. При этом я думаю, что это произойдет. Пока не произошло. Но как только этот прорыв образуется, от вершины до низу этой зоны, то мы видим, что 94 784 является целью по Фибоначчи 1.618. Это наша первая крупная цель для уровня пробития АТН. И причина того, почему эта цель так интригует меня, потому что если мы измерим цель нисходящего расширяющегося клина, экстраполируя вершину этого паттерна от самой верхней точки до самой низкой, разместив ее в зоне потенциального прорыва, то ценовые цели сойдутся практически идеально с нашей целью по Фибоначчи. Если это восходящий вверх, это красная линия, если мы ее преодолеем, то мы видим много соответствий с этой целью 1.618. Так что цель нисходящего расширяющегося клина, примерно в 94 тысячи, соответствует цели 1.618 сверх к низу, образуя соответствующие переменные. Но вопрос остается лишь один, вырвались ли мы, и ответ нет. Но цель этого прорывающегося движения, воодушевляющая, находящаяся где-то у 94 тысяч, соответствующий двум разным методам определения целей для этого паттерна. Но при этом и, конечно же, нам для этого нужно соответствующее кооперирование с фондовым рынком. Аптренд должен продолжаться, и который сейчас продолжается. S&P 500 показывает отскок, и мы продолжаем удерживать предыдущий исторический максимум, образованный в сентябре, от которого мы сейчас и отскакиваем. Как от поддержки, что в соответствии с классическим техническим анализом является бычьей структурой. Если мы посмотрим с вами часовик, то увидим зеленые свечи, а до конца закрытия дня осталось примерно 30 минут по мере записи этого видео. И было бы здорово увидеть сегодняшний день в виде зеленой свечи. Кто знает, когда я публикую это видео, что будет, но, вероятно, мы все-таки отскочим, двигаясь в направлении выборов, которые почти всегда создавали бычью атмосферу, а фондовые рынки в этот сезон почти всегда показывали рост. И вероятность того, что это снова повторится, реально большая. Частота совпадений того, что выборы США были бычьи, является очень большой. И не знаю, заметили ли вы, но если посмотреть на недельный график и включить индикатор с указанием президентских выборов, а также дат, то можно увидеть, что каждый раз, когда мы перебиваем исторический максимум, то это происходит либо после, либо во время президентских выборов и инаугураций. Каждый раз. И вот опять. Мы находимся в 12-13% от исторического максимума. Выборы наступят очень скоро. И, вероятно, оттаж мы достигнем очень скоро. А это наша первая крупная цель, которую мы ждем. Так что, ребят, я думаю, видео вам понравилось. И если это так и есть, то самое лучшее, что вы можете сделать для себя и для этого канала, это поставить под видео лайк, подписаться на канал и написать свой бесценный комментарий. А еще перейти на канал друзей криптокомманс Бла-Бла Крипто, которые ежедневно выпускают годный контент в виде технического анализа и новостей по крипторынку. Помните, что все эти ребята делают контент для вас и только ради вас, поэтому если вы решите их отблагодарить, чего они абсолютно заслуживают, то сделайте то, что я вам только что сказал. Всем спасибо, всем пока.